Деревня Тростники. Welcome. Да, где-нибудь здесь сейчас остановимся. И будем дальше разбираться. Туда мы приехали, не туда. Что нам с этим всем делать? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Мы нашли что-то похожее на колею, ведущую в более-менее нужную сторону. Но грунт здесь очень скользкий, очень вязкий, и дорога довольно круто уходит вниз. Чтобы не рисковать попусту, я решил пройтись пешком вперед, потому что известная внедорожная истина, которая гласит, чем дальше ходишь, тем дальше ты в итоге едешь, нас советует все-таки пройтись. Но никакого криминала пока что здесь я не вижу, абсолютно. Но насколько далеко уходит вниз эта дорога? Сейчас будем посмотреть. Но мы уже рядом, осталось нам метров 600-700. Колея уходит в лес, причем она такая, становится довольно интересная. И все ниже и ниже спускается. Я предполагаю, что внизу будут болота, но так и есть. А, это не болото. Это, собственно, течет та речка, которая нам и нужна. Хм, ну отлично, сейчас где-нибудь здесь бросим машину и пройдемся пешком. Место очень симпатичное, но опять же, естественно, здесь свалка мусора. Я, если честно, устал от этого уже. И все такие в один голос говорят, да, мусор это плохо, конечно. А кто же его тогда кидает, если все говорят, что мусор это плохо? Вот сейчас я даже не поленюсь подойти поближе. Здесь какой-то бурелом, ладно, выкорчеванные и сломанные деревья. Это, окей, это что-то природное, оно сгниет, на этом месте вырастет новая трава и так далее. Вот, пожалуйста. Ну, свинство. Просто обидно, банально обидно. Загажены все самые красивые места, причем, естественно. Никогда мы не изменим, человек. Мы все-таки решили оставить машину и углубиться в лес. Нам примерно по прямой метров шестьсот. Ну, с учетом крюков и так далее, ну, где-то километрик пройдемся. И будем на месте, а там посмотрим уже. Главное обратно выйти. Не знаю, видно ее, не видно, но должно быть чуть впереди видно. Старую какую-то дорогу. Она явно наезжена, причем наезжена, может быть, и недавно. Но ее конец, тот конец, с которого мы к ней подошли, он зарос, завален деревьями и колея там обрывается. Но здесь она явно живая. Сейчас, я думаю, что мы пойдем по этой просеке, прямо спустимся к реке и дальше повернем правее. Заодно затестирую сейчас в нормальных боевых условиях свои новенькие трекинговые кроссовочки. Ботинки, вернее. Блин, даже немножко обидно, что начало дороги, ну, оно совсем там не проехать, там несколько деревьев упало, я не перескочу. Колея-то просто идеальная. Катись да наслаждайся. О, я вышел на какое-то местечко для стоянки. И здесь же кончается, собственно, колея. Ну, местные джиперы, видимо, себе прокатали. А, нет, не кончается, она уходит налево, в сторону того места, где я записывал предыдущий ролик. Да, это место для стоянки и старая заброшенная колея. Естественно, здесь немножко мусора, табуреточка и уже слышен шум реки. Ну, а дальше, дальше уже вообще по-хорошему, только на квадроцикле, если на технике передвигаться, то это только квадроцикл. Классно выглядит. Мне нравится. Да, и кашу тоже сильно. Ну, вот, собственно, крутой склон. Нам сейчас его преодолеть, но мы пойдем немножко более кружным путем, пологим. Ну, как интересно. Боль, как всегда, я не приблизил в достаточной степени карту, и оказалось, что тайник на другом от нас берегу. Я посмотрел с другого берега реки очень далеко идти по лесу, вот так, как мы сейчас идем. И будет совсем темно, мы просто не успеем. Поэтому в тайник мы не полезем, а просто дойдем до места, где он примерно должен быть. Там за излученной реки большая бобровая плотина. Но мы не можем к ней добраться, потому что вариант один, вот по этому стволу перейти на тот берег. Рисковать мы не будем, это точно. Может быть, чуть дальше будет возможность перебраться. Тот берег гораздо более пологий. Если у нас получится таки перейти, я не сомневаюсь в том, что речка очень мелкая, но сейчас как бы не лето, и не лучшая идея переходить ее просто по дну, то там будет очень красиво. К сожалению, нам пока этого не видно. Здесь вот прям сплошь и бурелом, и склоны крутые. Деревья, очень много упавших деревьев, потому что почва здесь очень вязкая, она такая скользкая, что ли. И, видимо, просто не очень плотно держат деревья. Блин, или все-таки рискнуть? Нет, не сегодня. И не здесь, по крайней мере. Мы продолжаем свое движение вдаль русла речушки. Тут вот даже снег лежит. А они не пойдем? Нет, мы пойдем не по низу, мы пойдем вот там чуть-чуть правее возьмем, и там по суше, и попроще пройти. Меньше упавших деревьев и буреломов всякого. Александра испытывает небольшие затруднения при перемещении по грязи и сугробам. Так, а мы вышли на небольшую открытую полянку около берега. Но мы еще не пришли. Мы уже вот прям рядом-рядом. Но еще не там. В общем, что мы имеем? Дальше вперед практически непролазный, очень густой бурелом, к которому мы морально не готовы, просто не хотим сильно пачкаться. Речушка глубиной 20 сантиметров и шириной 4, которую нельзя пересечь, потому что мостиков нет, бродов нет. Было бы лето, перешли бы по дну, да и все, и никаких проблем. Но сейчас, опять же, мы к такому банально не готовы. Саш, пару слов. Процесс, как тебе вообще сам поиск? Совмещенный с фотографией и прогулкой. Неплохо. Ну, у меня, в принципе, мысли примерно такие же. То есть, не... А что ж ты не одела? Ботинки-то потеплее, повыше. Я предупреждал. Я говорил тебе. Ну, конечно. Прям сегодня рассказал тебе, что такое геокэшинг, и что надо лазить в говно. Ну, в общем, как обычно, отмазы пошли. Гончины. Все им не так. Вот. О чем я говорил, пока меня не отвлекли? О том, что не особо азарта прям вот найти-найти, немедленно добраться до точки нет, как нет и разочарования по тому, что мы до нее не добрались. Продолжаем наше движение через бурелом в попытках найти плавный спуск, по которому можно выйти к этой бобровой плотине. Но пока как-то не очень успешно, но кажется, я впереди увидел что-то похожее на плавный спуск. Для этого нам надо преодолеть очередную кучу вот этих упавших стволов. Вот мы и вышли из леса. До точки не добрались. Километра, наверное, два. Мотанули по лесу. Сейчас все походники будут злорадно гыгыкать. Но, тем не менее, для легкой поездки выходного дня вполне достаточно, я считаю. Тем более для людей не особо подготовленных в этом плане. Отличная прогулка, классный лес, хорошая погода. Нет людей, чистенько. В целом, очень неплохо. Вернулся бы сюда. Сейчас будем думать, что делать дальше. Снимать уже точно не получится. Поэтому, наверное, на этом я с вами попрощаюсь. Ну, а мы либо двигаемся домой, либо, может быть, еще куда-нибудь. Здесь поблизости точек-то полно. Что-нибудь не оффроудное, не на природе. Может быть, какой-нибудь храм. Очень часто точки привязываются к религиозным объектам. Ну, будем посмотреть. А на этом, пожалуй, все. Музыка. 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 Музыка.